День города в студии Валерий Седов День города в студии Валерий Седов Валерий Седов День города в студии Валерий Седов День города в студии Валерий Седов День города в студии Валерий Седов Сейчас на крупных городских трассах обнажаются ямы на асфальте А дворовые территории страдают куда сильнее Земля превращается в грязь, в которой то и дело тонут автомобили К тому же под удар попадают и зеленые зоны Выражение «не пройти, не проехать» здесь неприменимо Несмотря на то, что дворовая территория на улице Новоселов буквально разрыта колесами автомобилей, движение здесь продолжается Рядом с домом 7, корпус 2 располагается два детских садика, которым ведет всего одна дорога Автолюбителям приходится делать большой крюк, чтобы доехать сюда с трассы Поэтому они и сокращают путь по дворам Здесь было очень уютно Много здесь детей было, много взрослых Заселялся район планомерно, он сейчас заселяется Но, к сожалению, в упадок приходят те дома, которые выстроены так давно По словам местных жителей, эти дворы ни разу никто не убирал А ветки, которые спиливают службы города, могут лежать здесь неделями Кажется, что про двор этот просто забыли Что примечательно, сам дом является практически центром микрорайона Дашково-Песочня А земля это муниципальная Жители уже неоднократно обращались в различные инстанции Мы через сайт писали, сайт исправим вместе мы писали, присылали фотографии В администрацию города несколько раз мы обращались тоже с фотографиями И административно-техническую инспекцию, но это уже достаточно давно Один раз пришел ответ, что мы пока в плане благоустройства не состоим Местные жители пытались и сами привести территорию в порядок Они всячески огораживали территорию импровизированными баррикадами Однако машины это не останавливает Застревают машины и по полдня сидят в этой грязи, пока кто-то их там не вытащит Уже более тяжелая техника Потому что глубина достаточно большая, но размешана И, собственно говоря, были-были случаи, особенно весной, когда тает снег Раньше здесь была пешеходная зона По словам местных жителей, летом двор очень красивый Да и дом отгораживает дорогу от дворовой территории Поэтому шума от машин не слышно Однако в настоящее время ситуация здесь плачевная Стихийные парковки, грязь и непроходимые пешеходные дорожки И как долго это будет продолжаться, неизвестно Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Ежегодно зимой на улице города высыпают несколько тонн пескосоляной смеси С наступлением весны весь этот объем остается на тротуарах и дорогах Как от него будут очищать улицы нашего города, смотрите в следующем сюжете Песок на улицах города, около бордюров и особенно в ливневых канализациях Все это остатки пескосоляной смеси Если зимой она действительно помогала, то сейчас от нее один только вред В теплую погоду это пыль, которой мы дышим и которая оседает на предметах одежды К сожалению, смесь засоряет истоки В дождь это особенно заметно За минувшую зиму на улице Рязани высыпали 18 200 тонн пескосоляной смеси Ежегодно очисткой улиц занимается дирекцией благоустройства города Ежедневно 10 бригад дирекции благоустройства города, 4 пылесоса, порядка 20 единиц специализированной техники Занимаются вопросом сбора этого песка По словам Владимира Луканцова, быстрых результатов ждать не стоит Улицы города очистят от пескосоляной смеси в ближайшие два месяца А пока нам остается только наблюдать за плачевной ситуацией на дорогах Есть и хорошие новости Со следующей зимы в Рязани начнут применять реагент под названием Бионорд Химических соединений в нем больше, а песка не будет вовсе Это не означает, что сцепление шин с дорогой станет хуже Реактив Бионорд гранулированный Его уже успели протестировать на улице Почтовой Жалоб от людей пока не поступало Полноценно его начнут использовать следующей зимой И только тогда можно будет понять, чего от Бионорда больше Вреда или пользы Валерий Седов, Олег Парамзин Телекомпания, город Основной площадкой торжеств в День Победы станет Площадь Ленина Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Сергей Карабасов Празднование 73-й годовщины Победы пройдет в новом формате На заседании городской антитеррористической комиссии Которая прошла 18 апреля Сергей Карабасов также рассказал Что на площади Ленина пройдут масштабные праздничные мероприятия И народные гуляния На время мероприятия в городе увеличат количество ограждающих парапетов Металлоискателей и фан-барьеров На всех предприятиях жизнеобеспечения города Будут дежурить руководящие работники и бригады для устранения аварий Жизнь в движении, путешествия, стадионы и, конечно, футбол Меньше двух месяцев остается до чемпионата мира Как Рязань готовится к этому событию, расскажет Мария Рудая Мечта миллионов болельщиков осуществится совсем скоро С 14 июня по 15 июля пройдет чемпионат мира по футболу Ирина Борисова, хоть и не является ярой поклонницей этого вида спорта Все же не смогла пройти мимо такого события И решила посетить несколько матчей Я только с этой целью еду туда, чтобы приобщиться к этому Действительно яркому, интересному событию для нашей страны Зрелищному Хотелось бы, наконец-то, побывать на стадионе Почувствовать этот драйв, эту энергию Поболеть, покричать В отличие от Ирины, ее коллега Сергей Чедакин Является знатоком футбола Он болеет за московские команды и сборную России Я еду на три матча в три города То есть у меня Сербия, Коста-Рик, это Самара Потом мы вместе едем с ребятами в Саранск, Панамо-Тунис А затем также мы с ним едем в Казань Будет 1-8 финала Пока неизвестно, что будет Ну, неизвестно, кто будет Но, скорее всего, это будет зрелищный матч И Сергей, и Ирина уже оформили паспорт болельщика Он автоматически вручается тем, кто покупает билеты на матчи На паспортная фотография Ваши паспортные данные Фамилия, имя, все на латинице, со штрих-кодом Он дает право передвигаться до города Где собирается проходить матч Бесплатно на поезде То есть пользоваться внутри, насколько я знаю, транспортом Также бесплатно А для тех, кто приезжает к нам из других стран Это фактически виза Рязань, как и вся страна, готовится к чемпионату мира по футболу По некоторым данным, Россию планируют посетить порядка 1 миллиона человек Наш город выгодно расположен рядом со столицей И сообщается со многими городами, где будут проходить матчи А значит, гостей ожидается много На сегодняшний день в городе работают 70 гостиниц и отелей В которых смогут разместиться более 4,5 тысяч туристов На время проведения чемпионата мира по футболу Отдельные гостиницы готовят специальные предложения Для тех, у кого будет паспорт болельщика Будут действовать скидки И скидки эти очень значительные В принципе, наш город очень интересен для болельщиков, для туристов Для тех, кто не может себе позволить проживание в столице Можно проживать у нас где-то порядка 3 тысяч в сутки Это будут отличные номера с комфортным проживанием Рестораны тоже ждут главное спортивное событие года И готовят свои сюрпризы Например, рязанский обед с футбольной символикой Ждет гостей и горожан целая культурная программа Подготовленная специально для этих дней Начнется все с самого главного мероприятия Которое пройдет у нас 12 июня В этот день весь центр города превратится в спортивную улицу Значит, на этой улице будут выставлены и специальные батуты, развлечения, концерты Будет проходить баскетбольный турнир железка Для туристов разработаны специальные карты и маршруты Которые помогут сориентироваться в городе А на железнодорожных и автовокзалах в скором времени появятся специальные баннеры и плакаты о Рязани Мария Рудая, Ирина Ковалева, Олег Парамзин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» В Рязани прошла масштабная строительная выставка В ней приняли участие крупнейшие компании нашего региона Среди них группа компаний «Стройпромсервис» Подробности далее Главное – люди В группе компаний «Стройпромсервис» индивидуальный подход при строительстве жилья является приоритетным Главная задача – предоставить рязанцам доступные и комфортные квартиры Сейчас «Стройпромсервис» возводит три жилых комплекса «Шереметьевский квартал», «Окские просторы» и «Звездный» «Шереметьевский квартал» является самым большой комплексной застройкой в городе Рязани и, наверное, в Рязанской области На данный момент здесь строятся 9 домов, 6 домов построены и заселены В ближайшее время будет возведена школа на 500 мест Далее будет построен детский сад Важно, что помимо доступной инфраструктуры Дома, построенные группой компаний «Стройпромсервис» Находятся в непосредственной близости от медицинских учреждений На территории жилого комплекса «Шереметьевский квартал» Недавно открылся медицинский центр имени Павла Григорьевича Швань Этот центр является много профильным Сюда может обратиться совершенно любой человек Потому что здесь принимают врачи различных специальностей Для тех, кто любит природу, есть возможность приобрести недвижимость в жилом комплексе «Окские просторы» Свежий воздух, прекрасные пейзажи и, конечно, комфорт Все это станет частью вашей жизни «Окские просторы» находится в ближайшем пригороде города Рязани Здесь малоэтажная постройка Здесь на данный момент построены два дома И они кирпичные, с автономным отоплением Вблизи находится река Ака Самый, наверное, мой любимый комплекс и самый большой комплекс Это комплекс «Звездный» Это дом комфорт-класса Находится он практически в центре города Рязани 25 этажей на самой высочкой точке города Дом монолитно-кирпичный Здесь панорамное остекление Подземная парковка На данный момент дом сдан, но осталось не такое большое количество квартир То есть можно здесь еще уже приобрести Строепромсервис строит свои дома для рязанцев более 25 лет Инновационные технологии, новейшие материалы и качество стали визитной карточкой компании Благоустройство и комфорт – вот чему уделяется главное внимание Дома являются настоящим украшением города Не менее красиво и во дворах Удобные детские площадки, безопасность и надежность Кроме того, в состав группы компании «Стройпромсервис» входит деревообрабатывающий комплекс «Русский дом» Единственный в регионе, где используют клееный брус Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город» В продолжение темы Еще одна крупнейшая строительная компания «Капитал-строитель жилья» Также приняла участие в выставке Безопасность, комфорт и надежность Вот основные принципы работы компании «Капитал-строитель жилья» За 10 лет работы компания завоевала доверие потребителей А также вошла в число трех лучших и крупнейших застройщиков региона За эти годы было построено более 500 тысяч квадратных метров жилья Компания представила свои разработки на крупнейшей строительной выставке Среди посетителей был министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов Он познакомился с революционной технологией планировки квартир Это целая жизнь в стиле смарт Жилье, спроектированное по этой технологии, предусматривает использование всего пространства квартиры Каждый сантиметр продуман до мелочей Это так называемые полезные квадратные метры Для тех, кто не любит заниматься ремонтом Компания предлагает квартиры уже полностью отделанные Заходи и живи Удобная и развитая инфраструктура Близость к остановкам общественного транспорта и образовательным учреждениям Теплый, уютный дом нужен, конечно, каждому А еще лучше, когда рядом с домом можно отдохнуть на свежем воздухе Дворовые территории продуманы таким образом, что там смогут провести интересный досуг Не только дети, но и взрослые Будут себя чувствовать комфортно и люди с ограниченными возможностями здоровья Входные группы в домах строительной компании «Капитал» Строитель жилья без ступеней Большая парковка на закрытой территории и круглосуточные наблюдения Делает жизнь горожан не только комфортной, но и безопасной Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город» Это были все новости на данный момент Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях А на этом я с вами прощаюсь Хорошего вам дня и до встречи в эфире Мама спит, она устала В пробках два часа стояла До работы далеко, добираться нелегко Каждый день ее я жду Грустным не бывает Потому что мамочки мне очень не хватает А папа наш пришел с букетом И сказал нам по секрету Будет времени в запас Переезжаем в Еврокласс Это в центре, здесь все рядом Всей семьей мы очень рады Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс Строительная компания «Зеленый сад» Субтитры создавал DimaTorzok